Всем привет! Меня стало сильно удивлять количество сторонников теории плоской земли. Кто в это не вникал, видите в интернете и вас удивит их количество. Полный бред и как он возможен в современном мире, подумал я. Но однажды я наткнулся на видео, в котором пожилой профессор ведет лекцию студентам, в которой приводит доказательства опровержения стандартной модели Солнечной системы и как он видит модель плоской земли. И я стал интересоваться этой темой, и оказалось, что много знаменитых людей в мире поддерживают эту теорию. К примеру, русский известный астролог Павел Свиридов. В США неоднократно проводились международные конференции сторонников теории плоской земли. Они придерживаются мнения, что земля на самом деле имеет форму диска диаметром 40 тысяч километров, с центром в районе Северного полюса. Южного полюса не существует. Вместо него стена льда. Именно поэтому Антарктида самый неизученный материк на Земле. Солнце и Луна расположены над диском. А все снимки Земли из космоса поддельные. Известный американский рэпер Вол в 2018 году запустил кампанию по сбору средств на запуск нескольких спутников для определения формы Земли. Но больше всего меня удивил Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Майк. Он разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете. Он пытался подняться на ракете, которая работала на паровом двигателе на высоту полтора километра. В 2014 году он осуществил первый запуск самодельной ракеты и поднялся на высоту 419 метров. Затем Майк объявил сбор средств для того, чтобы подняться и сфотографировать плоскую Землю. В 2018 году он поднялся на 570 метров. Посадка оказалась жесткой, но Майк не пострадал. В 2020 году Майк разбился. Некоторые пилоты утверждают, что их рейсы приобретают логику только на карте плоской Земли. Я не сторонник этой теории, но некоторые моменты меня удивляют. Например, то, что Луна всегда повернута только одной стороной к Земле. При том, что она вращается вокруг своей оси и вокруг Земли. И Земля вращается вокруг своей оси. Вот как это настолько все может совпадать? И я стал обращать внимание на форму Луны и расположение Луны и Солнца относительно Земли. И всегда вроде бы освещение Луны логично. Но бывают некоторые несовпадения. Сейчас хорошо видно, что Луна полная и она низко над горизонтом. Сзади меня зашло Солнце. Не очень давно. Вот. Видно еще свет на небе. Видно, что Солнце зашло здесь. Почему Земля не отбрасывает тень на Луну? Многие, конечно, скажут, что Солнце очень большое и очень далеко. И поэтому лучи попадают на Луну. Тогда почему здесь темно? Почему не попадают лучи сюда? Кто может это объяснить, пишите. А кто замечал тоже какие-либо несоответствия, тоже пишите. Будем разбираться вместе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok